Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги «При мудрости Соломоновой» и в третьей главе богодухновенный автор представляет нам уже подлинное положение дел после изложения мнимых расчетов тех, чей ум поврежден, кто размышляет, оправдывая свои страсти о жизни, о мире, о человеке, о том, как хорошо ловить наслаждение, пока есть возможность для этого, о том, что не должно остановиться по состраданию, к человеку от разграбления чужих имений, о том, наконец, что праведник вызывает гнев человека мира сего, и вплоть до убийства его не успокаивается в неприязни, душа уязвленная добрым примером, находящимся возле него. Безнаказанность мнимая только кажется таковой. И в третьей главе как раз и открывается подлинное содержание человеческой жизни и силы Божьей. «А души праведных в руке Божьей, и мучение не коснется их». Вот это определение пребывания в руке Божьей для праведных является таким ярчайшим образом благонадежного, не только временного, но и вечного существования для человека. И то мучение небытия или грозящего наказания вечного, ради которого, неизбежности которого предлагал гнусно мыслящий наслаждаться короткой временной жизнью, говорит авторитетно божественный наставник, «Мучение не коснется их, тех, кто в руках Божьих сохраняются». «В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью». Итак, размышлением о земной смерти надо дать другой оборот, другой ход мыслей. Ведь можно, оказывается, не умереть, а только казаться умершим. Как и сказано в притче Господней, умер Лазарь. Для всех он умер, а он был вознесен на Лона Авраамова. Умер богатый и погребли его. Разные последствия одного и того же земного обстоятельства. И отшествие от нас, живых, уничтожением казалось. Но, и отсюда уже пророческое свидетельство о том, что же пребывает с теми, кто отдал жизнь свою Господа ради, путь свой совершил, веру сохранил. Они пребывают в мире, ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. Говоря по-человечески, плохо, скорбно, досадно, а может быть и справедливо закончить жизнь свою прежде времени, не по дряхлости, не по старости, но по каким-то другим обстоятельствам, о которых так и подмывает некоторых сказать, это наказание Божье за его мнимую праведность, за то, что гордый был такой, не хотел вместе с нами совершать наше беззаконие. Надежда таковых бессмертия исполнена. То, чем живет их душа, не ограничивается рамками тварного мира, но простирается несравненно дальше. И немного наказанные, как говорит апостол Павел, надлежит нам, если требует того воля Божья, и немного пострадать, они будут многооблагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его, для чего и попускает Господь оставаться злу на земле и соблазном, с тем, чтобы неподверженные, не склонившиеся под них, таким образом и обрелись достойными Ему. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их, как жертву всесовершенную. Нет, металла дороже золота, и оно становится вполне ценным, когда проходят горнилы, избавляется от всяких примесей, что необходимо в связи с ограниченностью человеческой и тем, кто праведны, и принял их, как жертву всесовершенную. Главное свойство следующего за Господом — самопожертвенность. Это решимость отдать свою жизнь ради Бога, с тем, чтобы приобрести ее в жизни вечной. Во время воздаяния им они воссияют, как искры, бегущие по стеблю, будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. И вот уже картина не только блаженства праведников в Царстве Небесном, но и их суд над всем остальным миром, ибо они сподобились этой чести по праву, уподобившись Господу и в терпеливом крестоношении жизненном, и в сохранении души своей от повреждений вражеских, и тем попечением к ближним, которое дает право и судить их. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него. Узнаем в этих словах по ремии Метхозаветные чтения, которые в чине Великой Вечерни читаются в память о великих святых, о мучениках, которые не пощадили своей жизни ради спасения собственного в вечности и ради близких своих. Итак, надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него. Не только понадеется возложить свое упование на Господа надлежит, но и пребывание в любви, то есть в жертвенном служении, необходимо для того, кто хочет благонадежно оказаться на пути спасения. Ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его, где еще и являться Богу, как не на святых своих. Тому восклицает ветхозаветный псалмопевец. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. На них, на своих избранниках, на тех, кто сами Его избрали, являет Господь всю силу милости своей. О них же Он и промышляет, и устраивая их пути жизни, кажущиеся иногда ужасными, Он именно через эти стремнины ведет их в тихую гавань вечного блаженства. Нечестивые же, как умствовали, так и понесут наказание за то, что презрели праведного и отступили от Господа. Ибо презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны. Существенные доводы искать мудрости и наставления, ибо никто не хочет ни несчастным остаться, ни суетно трудиться, ни бесплодно подвизаться, ни иметь жену несмысленную, ни злых детей. И тем более слова «проклятие народ их», конечно же, не для красного словца сказаны. Презирающий мудрость привлекает проклятие не только на себя, но и на всех потомков своих. Блаженно неплодная, неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа, она получит плод при воздаянии святых душ. Блажен и евнух, не сделавший беззакония рукою, и не помысливший лукавого против Господа, ибо дастся ему особая благодать веры и приятнейших жребий в храме Господнем. И так восхваляется для богопознания успешного чистота невинность девства, которая еще непривычна для ветхозаветной праведности, но уже предвкушается теми, кто провидит сквозь века полноту света и радости и благодати Нового Завета. Блаженно неплодная, неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа, она получит плод при воздаянии святых душ. Блажен и евнух. О таковых, говорит апостол Павел, есть скопцы, которые родились из чрева матери такими, неприспособленными совершенно к супружеской жизни, некоторые оскоплены от людей, а есть те, кто сами себя исказивши от царствия ради небесного. Так вот, и здесь говорится не о евнухах только, но о тех, кто, храня свою чистоту, и в том числе, имея мужскую природу, беззаконие не допускает не только в плодской близости, но и во всяком другом виде, которое ему доступно, ибо этот пример евнуха говорит о том, что во всяком положении, старому и малому, есть некоторые доступные формы греха, и нельзя считать безгрешным того, кто не может совершить некие великие греховные деяния, можно и посильные малые беззакония, и злые дела и грехи совершая, оставить свою душу чуждой Божьей благодати. «Ибо дастся ему особая благодать веры и приятнейший жребий в храме Господнем». Стоит обменять ворованные, ничего не стоящие удовольствия века сего, плотские и житейские, на ту славу. Это приятнейшее жребие в храме Господнем. Немногие получают приятность от посещения храма. Кто-то переживает от того, что мало знает, кому-то стыдно грехов своих, кому-то стыдно за тех, кто находится рядом с ним, но подлинно кающийся обретает в дому Отца Небесного истинное блаженство. «Плод добрых трудов славен и корень мудрости неподвижен». Неподвижная слава — это то, чего более всего и ищет человек, все земное переменчивое, и не найти там этой устойчивости, потому надлежит искать ее там, где она есть, ибо корень мудрости неподвижен. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет. Мы уже видели с вами на ветхозаветных примерах, не имея сил убедить взрослого человека в необходимости ему менять жизнь, повлиять на него пытается дух словами наставника божественного, угрожая тем последствиям на детях и внуках, к которым неизбежно ведет беззаконие родителей, ибо дастся ему особенная благодать веры, приятнейший жребий в раме Господнем. Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет. Если и будут они долгожизненные, но будут почитаться за ничто, и поздняя старость их будет без почета. Никаким образом не иметь отраду и в старости не получится тому, кто с юности в приобретении премудрости не потрудился. Несовершенными будут все дела, а не чисто живущих. А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда, ибо ужасен конец неправедного рода. Никакие земные блага не достойны тех печалей, которые навлекает на себя суемудроствующий. Даже если ты воспользуешься иным высшим благом, долгожизненностью, ибо не это ли желают себе более всего люди себе и подобным себе, желают люди века сего. Но даже если будут долгожизненные, но все равно будут почитаться за ничто. И поздняя старость без почета, действительно, время и содержание необыкновенной горечи о бесцельной и пусто прожитых годах. А если скоро умрут, не будут иметь надежды на дальнейшее утешение, они уже получили награду свою, уже получили свое удовольствие, и их ничего не ждет в том вечном мире, о котором они не хотели помышлять и к которому не хотели готовиться. Воистину и страшен финал, окончание этой третьей главы, ибо ужасен конец неправедного рода. И кто виноват? Предки ли этого рода или молодая поросль? Каким-то таинственным образом они все оказываются повязанными круговой порукой нелюбви, отчуждения от Господа. И эта беда как раз более всего и призвана быть уврачевана по увещеванию любомудрого наставника. Продолжение следует...